Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я Сергей, мне 50 лет. Любимая моя жена 2 ноября со мной развелась. Пять раз она меня прощала за периодические переписки с барышнями. С другими давно уже не общалась, но в августе отправил в ответ одно смс. Это и стало, наверное, последней каплей. Плюс очень жесткий алкоголь со всеми вытекающими негативами. После развода жили полмесяца вместе. Образил пить, занялся спортом, провожу время с дочкой. Ей 7 лет. И своей женой. Насколько можно больше времени. Говорю, что люблю ее и такого, что было никогда не повториться. В воскресенье целый день вместе ездим по магазинам, завтракаем. Никаких ссор. Ровные спокойные отношения на ее условиях. То есть, если она говорит мне не приезжать в этот день, не приезжая, Новый год будем встречать вместе. Говорит, что на данный момент она не видит меня от своей мужчины. Мол, плотно спохватился. Я сказал, подожду. Есть ли у меня шансы вернуть доверие и любовь к своей жены и вернуть семью? Смотрите. Шансы, конечно, есть. Но я бы сказал, что есть ряд аспектов, которые вы упускаете. И первый и самый главный аспект, это то, что на данный момент вы транслируете своей жене и дочери чувство вины. Что делает вас объектом для манипуляции. Хорошей манипуляции. Потому что человек, который чувствует себя виноватым, в общем-то, ну, по сути, уже готовая модель для формирования, как вы с вами написали, условий человека. Вот. И, конечно, ваша жена здесь ни при чем в этом смысле. Она даже, скорее всего, не осознает того, что вами манипулирует. Но, как бы, суть от этого, к сожалению, не меняется. Поэтому, если вы действительно хотите вернуть доверие в ваши отношения, то первое, на мой взгляд, что, вот, нужно перестать вам делать, это, как бы, сказать, культивировать чувство вины. Первое, что вам нужно делать, это перестать этим, в общем-то, заниматься. Потому что чувство вины вам ничего не даст. От слова совсем ничего не даст. А что может быть по-настоящему хорошего? Это, на мой взгляд, признание того факта, что в вашей семье кризис. В ваших отношениях кризис. И он не связан напрямую с тем, что вы пишете там другими женщинам. Он связан с тем, что в какой-то момент вы перестали со своей женой взаимодействовать своими желаниями, своими чувствами, потребностями и эмоциями. Вы начали убегать от чего-то в алкоголе, и я сейчас не обвиняю вас в этом. Я говорю лишь о том, что это кризис. И в кризисе нужно разбираться. И если ваша жена не хочет как бы работать с психологом, с семейным психологом, то это сделать нужно в первую очередь вам. И разобраться в себе. А жене просто предложить например поприсутствовать на консультации. Да? То есть вы записываетесь на консультацию, можно онлайн, через сайт. приглашать на жену, чтобы она просто посетила, послушала. И соответственно проводим консультацию. Вот. Ваша задача увидеть какие изменения вы в себе пропустили. И донести до жены не чувство вины, а то, что вы хотите. Донести до жены свою позицию. И вместе уже смотреть, как можно с этим обратиться. Это исключает как злоупотребление алкоголя в будущем, так и так скажем спонтанные диалоги с другими женщинами. Потому что когда вы например обещаете своей жене что мол этого больше не повторится, этого больше не будет и так далее. Вот. Вы конечно здесь в каком-то смысле себя предаете. Потому что да, может быть вы действительно не хотите чтобы верить. Такое повторялось. В этом смысле я вам конечно верю. Но идея это в том, что ваша потребность никуда не девалась. И то, что вы сейчас из чувства вины решили заняться так скажем с собой если сейчас из чувства вины вы решили больше проводить времени со своими близкими, то это не лучший способ налаживать отношения, потому что если вы вернете например доверие своей жены и в тот момент когда вы расслабитесь, когда вы почувствуете, что доверие своей жены вы завоевали обратно на мой взгляд все вернется на круги своя. Может быть не в стаде сразу, может быть не в такой форме, но вернется. И очень важно этого не допустить. Потому что если вы доверие своей жены вернете, а потом опять получится, что вы ну вот повторяете условно говоря свои действия, ничего хорошего из этого для вас не будет. И на мой взгляд вот это именно это в первую очередь вам важно для себя выявить. Да? Вот. Вам важно выявить чего вы хотите. Чего вам не хватает, в чем вы нуждаешься, что вам нужно. Понимаете? Вот на это нужно вам как мне кажется обратить свое самое пристальное внимание. Потому что любой другой вектор развития событий, любая другая модель развития событий будет приводить к сожалению к результату которого вы не хотите. И дорожа своими родными любимыми и близкими вам нужно как мне кажется по крайней мере обязательно этот аспект учитывать. Вот. Алкоголь является избеганием по ну по сути своей являясь избеганием чего-то в реальности избегая являясь способом убежать от чего-то вот в ну как бы в реальном мире также не являясь проблемой ну в этом смысле самой по себе самой по себе эта проблема не является но проблема является то что стоит то что стоит за ну за этим понимаешь да вот пока что стоит за этим не совсем понятно пока что стоит за этим не совсем очевидно потому что у нас в этом смысле нет вашей истории перед глазами но можно разобраться во всем вот можно сделать анализ можно сделать анализ вашей жизни можно сделать анализ вот собственно как бы ну вашего жизненного пути и соответственно тогда будет несколько более понятно и несколько более очевидно чего вы хотите понимаете да а пока я бы сказал что речь идет только о усугублении конфликта между вами и вашей женой и ничего хорошего вам это не дает вот примерно такой ответ для возвращения доверия гармонизации отношений нужна психотерапия потому что кризисы и конфликты склонны повторяться ввиду того что они для чего-то нужны и вам и вашей жизни так что решайте на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго спасибо